В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении. Инга Пеннер, здравствуйте. Четыре высоты. Тема инвалидов, казалось бы, давно избита. Да, есть люди, чья жизнь это бесконечное преодоление барьеров, стереотипов, равнодушия и в конце концов самих себя. Что здесь можно рассказать нового? Но каждый раз, когда сталкиваешься с таким сильным и целеустремленным человеком, которого трагедия не сломала, закалила, уж извините за пафос, но этим нельзя не восхищаться. И сегодня я хочу рассказать истории четырех людей, инвалидность которых лишь диагноз в медкарте, но не образ жизни. Добрый день. Как дела у нас? Конечно, работаем. Вот так у нас каждый день. Но сегодня тихо. Временное затишье дарит раннее утро, но сотрудники проявляют пунктуальность. Да и как иначе, если твой начальник трудоголик? Вадим Яковлев, директор компании, занимающийся логистикой грузоперевозок, лишь на минуту заскакивает сюда, в офис в центре Старой Самары. Сегодня надо побывать еще на складах. Они на другом конце города. Давай, Антон, спасибо тебе большое. Давай. Он давно уже привык к изумленным взглядам гаишников и расспросам. А как это ты управляешься одной правой? Хотя было время, когда для того, чтобы смириться с жестокой реальностью, ему пришлось не раз побывать у психолога. Первый вопрос, который задал, когда понял, что у меня нет руки, могу ли я управлять транспортным средством и играть в футбол? Потому что у меня ожог был на 60%. Он, конечно, усмехнулся. Сказал, конечно же, нет. Он вообще мог не выжить. Дважды врачи вытаскивали с того света. Шальная глупость. Подробности той истории Вадим не любит вспоминать. В 30 лет отняла у него руку, серьезно повредила ногу. Но зато, признается, дала главное – шанс все начать с чистого листа. Лучше бы я вот поехал. Где-нибудь, ну, в войне где-нибудь, наверное, потерял. Я сам во всем виноват. Я сам строил свою жизнь. А тут просто, ну, я не знаю, как бы, вот, Господь, может быть, мне такую встряску устроил. Типа, вот, не хочешь ты по-хорошему? Вот, на, попробуй вот так вот. Тут много, очень много переоценок было. То есть все это в голове прокручивалось, прокручивалось. Я встречаю людей иногда, да, которые, ну, как бы, совершенно здоровые, да, мало того, там, физическая нормальная форма, да, и они начинают, там, жаловаться на то, что у них, там, то ли с работой плохо, то ли вообще какие-то проблемы. То есть мне порой хочется таким людям говорить «мне бы ваша забота». Что надо сделать, чтобы вот ты понял, что вот сейчас у тебя хорошо, а ничего. То есть человек это понимает только когда-когда. Что-то должно вот случиться. Все-таки, опять же, что Бог не делает, я думаю, все к лучшему. Жестокий урок жизни Вадим хорошо усвоил. Вот уже 12 лет не притрагивается к спиртному, не курит, да увечья не скрывает, не имел ни семейных перспектив, ни стабильного заработка, сидел на шее у родителей инвалидов. Сейчас Вадим – любящий муж, отец троих сыновей и руководитель группы компаний. Я даже не знаю, какая у меня пенсия. Я даже не знаю. Она там что-то на карточку куда-то падает. Мне тоже говорят, а что ты в санаторий не поедешь? Там же есть какие-то у вас льготы, у тебя все-таки вторая группа. Я говорю, да ладно, смеяться. Пусть ездят те, кому действительно это надо. А зачем мне это надо? Я сам могу себе заработать. И дает такую возможность другим. В его бизнесе трудится порядка 80 человек, среди них есть и инвалиды. Недавно работу Вадим взял двух глухонемых. Вадим, конечно, и благотворительностью занимается, но уверен, инвалидам нужно не сочувствие, а реальная помощь. В том же трудоустройстве и создание безбарьерной среды. У него немало идей на этот счет и большая надежда, что власти услышат. Ведь пока инвалиды вынуждены сидят в четырех стенах, в сознании здоровых людей будет живучий стереотип, что они не такие, как все, ущербные. Вадим до сих пор на важные деловые переговоры предпочитает надевать протез, чтобы не ловить на себе косые взгляды. Периодически начинаешь чувствовать, что есть какая-то жалость. И подход немножко другой. У нас очень мало контакта, назовем здоровых людей и людей с ограниченными возможностями. Я признаюсь честно, идешь по улице, дети вот так вот смотрят, бывает, задают такие вопросы. А что, мама, а что у дяди с рукой? Ну, я шуткой всегда говорю, там, крокодила пустил, ха-ха-ха. А потому что их не видно на улице-то, они все по домам сидят. Вот эти ограниченные возможности, по сути, они не ограничены. Да они могут больше сделать то, что не могут здоровые люди сделать. Главное желание. Давайте посмотрим, вот паралимпийские игры, это же такой реальный пример. Ну, у нас в жизни их много, этих ступенек. 74 ступени наверх, а после тренировки столько же вниз. Каждый шаг – боль. Как у русалки из сказки Андерсона. У Самарской Унзины, девятикратной паралимпийской чемпионки России по плаванию Яны Костиной, с рождения вывихнуты обе стопы. Дома, говорит, мне больно, мам, как ножом больно. Я ей говорю, Яна, может быть, тогда на цыпочках больше всего попадешь. И все равно ходят. Ну, в лифт проще было. Проще, да. Но мы знаем, что это нигде не делается. Только в Тюмени. Отличный комплекс плавательный. Там все соблюдено. Да, да, да. И лифт. А лифты есть? Лифты, и пантусы, и площадь свободная. И подъемник. И подъемник в воду. И душевые. И душевые оборудованы с поручнями. Ну, это идеал. Но это не жалобы. Яна и ее мама, Лидия Федоровна, благодарны тому, что уже есть возможности бесплатно тренироваться. Ее предоставила областной Минспорта. И передвигаться на личном транспорте. Спасибо спонсорам. Почти семь лет мать с дочерью ежедневно на маршрутке ездили на тренировки из Прибрежного. Яне просто нравится этот образ жизни. Вообще активный. А мне теперь нравится все, что ей нравится. Перед бассейном обязательная разминка в тренажерном зале. Два часа занятий на снарядах. Пороть через не могу и не хочу. Ниже, ниже, ниже. Ниже. Больно. А я бы потихоньку. Молодец. Молодец. Тренируйся, тренируйся. Работать, как говорится. Он нам всегда внимание уделяет. Вообще особые отношения такие добрые. Потому что он ценит занятия Янина как инвалида. Как она, не ленится? Есть немножко. Жалуется все. Не устает. Мы должны показать результат. А нам строгие, не строгие. Это уже решит соревнование. Впереди серьезные испытания. В эти дни проходит чемпионат России по плаванию. Где Яне нужно подтвердить свое звание рекордсменки. А значит, поблажек от тренера не будет. Восемь. Девять. Расслабься, спокойно. Отдыхай. Две минуты отдыхай. Небольшую паузу перед бассейном заполняем интервью. А не надоело вообще заниматься спортом? Нет. Никогда не жаловалась. Никогда не хотела отказаться от спорта. Я ее испытывала. Я говорила со своей стороны. Ну, давай бросим. Она говорит, нет, никогда. У Яны нарушены коммуникативные способности, но не интеллектуальные. Хотя на вопрос отвечает мама, в этом диалоге сразу становится понятно, кто в семье лидер. Она вообще болевая, нет? Ну да, она настойчивая. Она бык в квадрате. Она родилась в год быка и еще она телец. Получается, что я ее никуда не вела. Это ни в одном примере нет. Ни в школу, ни в колледж. Она всегда сама. Мужество тяжело далось. Когда врачи поставили девочке страшный диагноз ДЦП, вспоминает Лидия Костина, она долго не могла с этим смириться. Это конец был. Это катастрофа была. Абсолютно. Вот она надвинулась, она произошла катастрофа. Я подумала тогда. Тихо, Яна сейчас расплачется. Я тоже уже в слезах. Я перебрала все способы самоубийства. И все они меня испугали. Страшно. Яна однажды совсем так заплакала. Бегство от депрессии привело в бассейн. Надо же чем-то заниматься. А если по профессии, Яна программист, найти работу было невозможно. Семь лет назад будущая чемпионка и рекордсменка даже плавать не умела. Теперь день первого занятия, 20 апреля, в семье Костиных отмечают как второй день рождения. 200 метров. 200 метров. Длинный грибок. Один раз. После двух лет тренировок Яна уже преодолевала 50 метров на спине за 2 минуты 20 секунд. Сейчас улучшила свой результат на 7 секунд. С января этого года вошла в основной состав паралимпийской сборной России. Квалификационная комиссия присвоила Яне спортивный класс С2. Оказывается, что соперниц у нее в этой категории в России просто нет. Да и в мире их всего несколько человек. Но почивать на лаврах рано. Где финиш? Опять впервался в это все. Правая рука вообще, я говорю, все ниже, ниже. Кить пробегает. Вот две ошибки большие. И финиш не было. Опять руку положил и все, и тянешься. Не доплывешь, ты так. Шла нормально. И все своими. Я мог бы даже, как сам бывший спортсмен, позалить все ее силы воли, характера и направленности. То, что это у нее жизнь. И она ради этого живет, ради спорта. Они открытие даже делают тем, что занимается Яна. Они восхищаются. Вот в санатории были, сидели за одним столом супружеской парой. И девочке было 8-9 лет. Она сейчас стала спортсменкой. Они благодарность высказывают родители. Яне за то, что девочка их сейчас живет совсем спортивной жизнью. А о чем ты мечтаешь? Я не люблю мечтать. Я говорю, не люблю мечтать. Лучше делать планы и идти к их осуществлению. Хочу попасть на Паралимпиаду. Почти все. Последние штрихи? Да. У меня когда вдохновление, тогда я их рисую. И хочется рисовать, 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 да? Да, без остановки. Самая заветная мечта 10-летней художницы Дарьи Головлевой – пойти в обычную среднюю школу. Ну, охота больше общаться с одноклассниками, с ровесниками. Просто охота как бы. Потому что там неров не было. Опасно для жизни. Ну, нам нельзя ударяться удары. Там, детки сейчас у нас всякие бывают. Спокойных детей мало. Я боюсь сказать, боюсь говорить. Я не могу знать, что будет завтра. Сегодня хорошо – все. А завтра может быть по-другому. У Даши редкое заболевание крови с труднопроизносимым названием. Проще говоря, плохая свертываемость. Любая травма может оказаться смертельной. Коварная болезнь проявилась внезапно, когда девочке было 4 года. И врачи предписали каждые две недели сдавать анализы и избегать лишних контактов. Тогда-то Даша впервые взяла в руки кисточки и краски. После первой картины последовали другие. И вот уже вся квартира превратилась в вернисаж. Любимые картины – коты на Самарской набережной, старый город, витражи, рисунки на шелке, натюрморт из шерсти, акварель. Эта картина называется «Фантастический мир». Тут как бы от каждого животного кусочки всякие. Тут это кролик, это черепаха, это мышь, змея и ящерица. Я в энциклопедии листала, мне понравился этот зверь, этот зверь и этот. Я их решила совместить, чтобы как-то было необычно. Работы Даши производят впечатление даже на профессиональных художников. Почти год назад в свет вышла книга «Стихи для детворы», где каждая иллюстрация – это плод фантазии десятилетней девочки. Мне предложили нарисовать, но я сначала подумала, потом уже согласилась. Вникала в стихотворение, потом уже рисовала. Это тоже я решила совместить про молоток и про я мужчину стихотворение. Он решил маме помочь забить гвоздь и порезался. Даша и ее мама любят мечтать. Юная художница о том, что вырастет и станет художником-мультипликатором. Екатерина о том, что ее дочь избавится от статуса инвалид. Наш врач говорит, положительные эмоции – самое главное. Есть какая-то связь между тромбоцитами, наверное, и положительными эмоциями. Охота быстрее доделать, чтобы уже законченная картина была и можно было показывать ее. Мне все охота нарисовать. Бессмерт? Бессмерт. Каждый голод, каждый дом. Если выбирать из всех вот этих вот инвалидностей, как это называется, вы лучше не видеть, чем не слышать. Когда у меня есть работа, мне вообще ничего не надо. Ни мужчины, ни парня, мне хорошо. Взять… У меня даже один раз в ВКонтакте статус стоял, что замужем за микрофоном. В районном центре для слабоведящих особо день. Поет Альмира Шемшудзинова. Самарской звездой эстрады, слепой от рождения, только ленивой не называл волжской Дианой Гурцкой. Хотя сама Альмира таких сравнений не любит, как не признает притворного сочувствия и жалости. Я говорю, бывает и хуже, поэтому чего плакать? И что сидеть? Вот сейчас появился парень один тоже, он два года назад ослеп. Вот он меня уже замучил. Вот, начинает меня упрекать. Да ты же вообще… Ну ты же у нас с рождения, тебе это легче. Я говорю, да, говорю. А ты, говорю, молчи, говорю, лучше. Ты, говорю, вообще-то свою маму увидела, говорю, а я нет. Он просто хочет, чтобы я его пожалела, а я этого не делаю. То не то, чтобы помогать, а нужно относиться к людям. Потому что у нас, если человек не видит, о нем мнение сразу такое, что он дурак. В принципе, это в большинстве раздражает. Да, ну и тоже все говорят. Ой, а как ты? Ой, а что ты? В институт, когда поступали, конечно, вообще тоже. У нас тут лестницы, говорит, есть. За подготовительные курсы, как говорится, деньги брать, за оплату подготовительных курсов, деньги брать, я была нормальной. То есть можно было брать, а поступать туда нельзя. Но эту высоту Альмира взяла в Академию культуры. Поступить ей помог Денис Чураков, педагог, а теперь еще и ее композитор. Он написал для самарской певицы четыре мелодии. Так в репертуаре Альмира появились свои собственные песни, что для амбициозной девушки, мечтающей о большой сцене, очень важно. Музыка давно стала смыслом ее жизни. Ради возможности петь Альмира теперь отказывается от любых операций. Ведь наркоз может повлиять на связки, а гарантии врачи не дают. Если я буду, по осуществлению, вот так по капельке, я буду всю жизнь на операциях лежать. И что это будет? Ни учебы, ни работы, ничего. Видимо, не судьба. Альмира предпочитает не жаловаться, а действовать. Занимается вокалом со слабовидящими детьми, работает в ресторанах, не отказывает, когда зовут вот на такие благотворительные концерты. Четыре вечера, музыку погромче. Как звучит, господа? А тут один год только, да, есть? Нет, есть еще. А, есть еще. Да, это по совместительству еще и диджей иногда. И все это в творческом тандеме с мамой, которая не только диджей, но и продюсер, и конферансье, и стилист. Правда, последняя роль самая непростая. Так, глазки закрыла. Что ты делаешь? Мам, ты всегда отвечаешь за все, что происходит. Покраситься, там, постричься где-то, что-то там, навести макияж. Она все пытается иногда мне закрытыми платьями одеть. Капризная у вас клиентка-то? Так вы не виноваты. Имя переводит, как принцесса. Да, у меня все честное. Так что... Я просто на горошине вообще. Но принцесса, по логике жанра, должна стать королевой. Правда, первая попытка оказалась удачной только наполовину. Я просто для прикола говорю, мам, поехали на фактор А. Съездим. Ну, надо, ты что, дуру, что ли? Купили билет в Москву, рванули на этот фактор. Потом выхожу на сцену и слышу голос Пугачевой. Ну, здравствуй. И я вообще думаю, может, у меня это... Галлюцинация? Да, 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 у меня галлюцинация, это точно. Я сказать не знаю, чего я все-таки там и сказала. Ну, я спела авторскую песню. Малита поступила достойно, я считаю. Я уважаю таких людей, которые не распускают сопли и не жалеют. Она сказала, меня не тронуло, я говорю нет. Кроме сцены, есть еще мечта. Любви хочется, нет. Пою, что она есть. А вот, ну, может, вру все время. Главное, чтобы всегда были зрители, готовые слушать девушку, которая поет. А знаешь, все еще будет, южный ветер еще опадует, и весну еще наколкует, и память перелистает. Вот такие четыре обыкновенные истории необыкновенных людей. Может, они еще кого-то вдохновят на перемены. Ведь ограничить себя в возможностях способен только сам человек. А у меня на сегодня все. Удачи вам, увидимся.